Франция является одним из ключевых инвесторов Казахстана, считают отечественные эксперты. И визиты Эммануэля Макрона в страну символизируют новый этап выстраивания взаимоотношений. Это уже четвертый визит главы Франции в нашу страну. Планируется, что главы государств обсудят социально-экономическое сотрудничество, а также вопросы безопасности. В первую очередь будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности самой Франции, потому что Франция заинтересована в этом. Есть понимание во Франции дифферсификации своей энергетической безопасности, то есть выстраивание маршрута от поиска новых партнеров в энергетике. А для нас это отличные возможности реализовать и выстраивать новые коммуникативные возможности для реализации своих ресурсов и не только ресурсов. В Кыргызстане сохранили учетную ставку на уровне 13%. Такое решение принял Национальный банк республики. Меря должна сдержать инфляцию. По данным регулятора, общий уровень цен в стране за год вырос почти на 7%. Инфляция замедлилась и составила чуть больше 9%. Больше всего дорожают услуги и непродовольственные товары. А вот цены на продукты растут медленнее. Сохранение учетной ставки позволит коммерческим банкам выделять больше средств на развитие реального сектора экономики. В НАСБанке предупредили, что при появлении новых рисков учетную ставку могут пересмотреть. Следующее решение там примут в конце ноября. Принято решение об учетной ставке будет способствовать дальнейшему замедлению внутренних инфляционных процессов и достижению целевых показателей по инфляции на уровне от 5 до 7% в среднесрочной перспективе. На развитие Дальнего Востока в следующем году будет выделено более 80 миллиардов рублей, заявил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. За последние 7 лет землей в регионе обзавелись больше 120 тысяч человек. Госпрограмма «Дальневосточный гектар» дает возможность получить участок бесплатно, построить на нем дом и заниматься сельским хозяйством или бизнесом. Строятся и многоквартирные дома, а к ним все инфраструктуры, детские сады, школы и больницы. На развитие Дальневосточного региона государство увеличивает и финансирование. В следующем году из федерального бюджета будет выделено более 80 миллиардов рублей. Деньги пойдут на все приоритетные направления, в том числе на развитие туризма и сохранение уникальной природы региона. Дальний Восток уже стал доступным. Услугами местной единой авиакомпании ежегодно пользуются более 2 миллионов человек. Из региона можно улететь по четырем сотням направлений. Три десятка из них социальные, субсидируются из бюджета, что позволяет снизить цены на билеты. Социальные условия в этом округе не должны отставать от европейской части России. И тогда здесь будут оставаться и местные жители, и начнут приезжать молодежь с удовольствием из других субъектов. Европейские компании, занимающиеся добычей скопаемого топлива, получили во время энергетического кризиса неожиданно большую прибыль, но сумели значительно уменьшить и отсрочить выплату из нее налогов. Такое обвинение бросила производителям нефти, газа и угля Европейская организация защитников окружающей среды. У каждого страна членов ЕС с этим своя ситуация. В Италии, например, нефтегазовый гигант ИНИ увеличил свою чистую прибыль более чем вдвое из-за роста цен, но избежал уплаты дополнительного налога в размере 25%, который был введен по решению правительства Марио Драги. В Испании возникли проблемы с применением налога. Дополнительный сбор с дохода энергетических компаний в 2022 году составил 1,2%, тогда, как их непредвиденная прибыль выросла на 35%. В сентябре 2022 года страны Евросоюза договорились обложить компании, добывающие ископаемое топливо налогом с прибыли, превышающим 20% от среднего показателя. Поднять налог выше не позволило лобби энергетического сектора. В брюссельских учреждениях Евросоюза развешены плакаты с осуждением такого давления на политиков, которые сами лоббисты отрицают. В Брюсселе распространен доклад под названием «Холодные дома, горячие прибыли». В нем говорится, что за год после начала российского вторжения в Украину было проведено более 200 встреч между официальными лицами и лоббистами компаний, добывающих ископаемого топлива. То есть обработка чиновников с целью снижения налогов на сверхприбыль происходила почти каждый рабочий день. До новогодних распродаж осталось два месяца, и в Евросоюзе дешевеют некоторые потребительские товары и еда. Инфляция в странах с общей валютой упала в октябре до 2,9%, достигнув самого низкого уровня за более чем два года. Месяц назад она составляла 4,3%. Такие цифры приводит в Люксембурге Евростат. В качестве основной причины статистическое бюро ЕС указывает на двухзначное снижение цен на топливо на 1,1%. Эти уровни оказались лучше, ожидания и сдвинулись в направлении целевого показателя в 2%, установленного Европейским Центробанком, чья политика повышения процентных ставок способствовала затишью на ценовом фронте. В то же время экономический рост почти прекратился, поскольку после нескольких месяцев стагнации сократилось производство. Его уровень упал на 0,1% Германии, крупнейший из 20 стран еврозоны, а во Франции второй по величине экономики зафиксирован рост всего на 0,1%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова